Продолжение следует... Вчера Нагана уже не выступал, наверное, в месяц три или четыре с программой Нагана. И так ворвался вчера с таким удовольствием, правда. Получил прям удовольствие. А вот писать в студии это вообще могу круглыми сутками. Мне жена говорит, вот знаешь, все жены парятся, где их мужья вечерами, ночами, где... А вот тебя можно всегда найти, вот, с твоей любовницей на студии. Моя вторая любовь, моя студия. У меня есть все, я все, что хотел, все у меня есть. Я счастливый человек, правда. Здоровье хромает, друзья в неприятности попадают. Но я счастливый человек, что живу настоящей жизнью и себя не насилую, не имею. Не имею в прямом и переносном смысле. Много друзей у меня... Ну, как друзей, уже не видимся, наверное. Ну, просто уже знакомые, наверное, стали, товарищами. К сожалению, которые вынуждены заниматься чем-то тем, что вообще им не нужно, не нравится, не хочется. Ну, вот так. Я так не умею вообще. Потому что выступать перед толпой, это страшно. Если ты относишься к людям, которые считают толпой. Ну, масса. Если ты считаешь, что это масса людей. Каждый... Который, хочется каждому посмотреть в глаза, каждому заглюнуть в лицо. Я всегда на первые две песни выхожу в очках, потому что за всеми полю, кто все стоит перед сценой, кто люди. Ну, чтобы запомнить лица, если уходить будут, чтобы найти потом. Ну, это шутка была. Вот. А миссии никакой у меня нет. Ничего. Просто пишу песни и пою их. Они нравятся пока людям. Я выступаю. Перестану, нравится нефтью, займусь опять. Верну свою подмосковную вышку нефтяную. У меня там нефтишка, зернишка, камешки, золотишка. Уважаю любую музыку, любое творчество, лишь бы не было пиздунов и все. Человек, который умеет писать музыку и там более или менее там рифмовать, четыре строки. Любой же может в принципе человек сделать. А хочется посмотреть, кто ты такой внутри, что у тебя там. Уважение ко всем. Всем, кто что-то сделал полезное для этой музыки, для всего этого, это бесценный вообще вклад. Потому что каждый, даже маленький человек, написавший одну песню, которая стала известной, и люди начали слушать и приходить к другой музыке, это большой вклад. Я очень много разной музыки слушаю, много разной музыки делаю, электронной, и у меня много разных проектов. Поэтому, то что появляется, сейчас такие равные условия, сейчас никто никому не может помешать. Знаете, говорят, ну вот нам мешает, нам перекрывает кислород, у нас нет перспектив. Да это все брехня. Я смеюсь над такими людьми. Возьми песню, выложи в интернет, и все, и люди разберутся, кто ты, звезда ты или не звезда. Чего париться-то. Есть вот люди талантливые, гениальные, да. Вот, допустим, Леша Губ, за что я его люблю, за то, что он, у него талант есть, да. Он может простыми, крутейшими словами описать мир вокруг, да. Просто такими, как словами, которые мне нравятся очень. Независимо от, там, моего отношения, от как мы там с ним ругаемся, не ругаемся, вот. А для меня это, вот, мне надо трудиться. Я вот сижу, пишу, там, думаю, там, как, что. Вот, мне таланта Бог не дал, мне дал, вот, упорство барана дал, я овен просто, овно, как говорится. Вот, упорство дал. Вот, это вдохновение, вот, если бы, вот бывает, как-то, я, наверное, может, не разбираюсь, что это такое до конца. Ну, что-то приходит такое, какое-то. Мы очень долго собирались в Алматы, вот, с ребятами, и пока все обговорили, пока, чтобы все было, чтобы все было хорошо, удобно и правильно. Много времени прошло, потом все, по-моему, идет неплохо. Я надеюсь на это очень, что мы еще приедем обязательно. Потому что хочется сразу приехать на какое-то время, надолго задержаться, поездить везде, потусить, посмотреть в места. Видосик подснять какой-нибудь. Такие красивые у вас тут места, такие горы. На сноуборде можешь погонять. Вообще, тут райские места, правда. Спасибо вам большое, если кого обидел, зацепил, оскорбил, нагрубил, кому-то не ответил, сори. Рахмет всем, спасибо большое, всем здоровья вам. Спасибо большое.